В этом радио Болтком Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит А мы попробуем Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов Исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности По понедельникам, когда нам особенно тяжело В 16 часов Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат Ну что же, понедельник, программа Диагноз недели В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов Доброе утро Доброе утро Сегодня поговорим о конфликтах и их избегании Конфликт это огромная тема Не на одну передачу, даже на какой-нибудь конгресс и так далее Но у меня, как всегда, в психотерапии все начинается с отдельных людей И почему я сегодня хочу об этом поговорить? Потому что накапливается масса людей, которые характерны тем, что они избегают любых конфликтов А что это обычно значит? Они избегают в любой ситуации конфликта защиты себя и своих интересов И это ситуация, где ситуация спорна, неоднозначна И где по отношению к ним совершается явная несправедливость И когда я спрашиваю, почему вы не защищаете себя? Почему вы не отстаиваете свои права? Не важно, о чем идет речь Это жена запрещает мужу встречаться с друзьями Муж запрещает жене работать или общаться с ее мамой Что-то запрещают детям Конфликты на работе Да, боже мой, там даже какая-нибудь очередь в кассу, где кто-то проходит без очереди Или наоборот, какие-то спорные ситуации, которые могли бы быть решены по-разному Вот везде и объяснить следует одно Ну я просто, доктор, не люблю конфликтов Я не люблю конфликтовать, я мирный человек И я каждый раз пытаюсь понять, что за этим стоит Человек, который говорит, что он не любит конфликтовать Человек, который говорит, я не готов себя ни от чего защищать Я не готов настаивать на своем мнении Причем, мы же знаем, что есть люди, которые легко капитулируют А есть люди, которые не конфликтуют Они не спорят, они просто поступают по-своему Вот человек делает так, как он считает правильным Он даже ни с кем не ругается Не доказывает своей правоты Не обвиняет кого-то в неправоте Он просто поступает по-своему Можно сказать, что он избегает конфликта Можно сказать, что он избегает каких-то Лишних слов, лишнего шума, в котором не видят смысла Но обычно те люди, которые приходят ко мне Их избегание конфликта – это терпение Это капитуляция Это готовность претерпеть неудобства Оскорбления, унижения и так далее И каждый раз мы начинаем с этим вопросом Так или иначе работать Почему вы не готовы защищать себя И вообще откуда эта мысль о том, что конфликт – это плохо Как мы знаем, есть на свете целая наука Конфликтология Она очень комплексная наука Это философия, социология, политика, психология И еще множество всего Причем где-то начало о конфликтах Еще когда-то писал небезызвестный Карл Маркс И еще множество в дальнейшем политиков, философов, которыми занимались Я бы даже пару цитат хотел привести, даже зачитать А не по памяти Из классиков, так сказать Да Был немецкий философ Георг Зимбель Начало XX века Один его вывод – это то, что конфликт является формой социализации Конфликт, так же как и сотрудничество, обладает социальными функциями Определенный уровень конфликта отнюдь не обязательно дисфункционален Но является существенной составляющей Как процесса становления группы, так и ее устойчивого существования И вторая фраза Вторая цитата Одни только мещане могут полагать Что конфликты и проблемы существуют для того, чтобы быть разрешенными И те, и другие имеют в обиходе истории в жизни еще другие задачи Выполняемые ими независимо от своего собственного разрешения И ни один конфликт не существовал напрасно, если время не разрешит его, а заменит его по форме и содержанию другим То есть, если вкратце, он говорил о чем? Что конфликт – такой защитный клапан То есть, это клапан, выпускающий наружу агрессию Враждебность, которая накапливается Если ее не выпускать, то любые отношения будут взорваны в итоге Ну, накопление этой разрушительной энергии Даже не разрушительной, а просто очень сильной энергии Которая может направиться в конструктивное русло Не в освобождении этих конфликтах является в итоге взрывом Я сразу вспоминаю случай, который актер Стеблов приводил в своих мемуарах Что когда он снимался с Иннокентием Смоктуновским Это уже было, по-моему, в 90-е годы Иннокентий Михайлович там немного, ну, не то чтобы звездил Но вот он заставлял себя требовать ждать на съемочной площадке Он приходил, и вдруг он говорил Нет-нет, что-то я сегодня не в форме Давайте перенесем съемку А Стеблов уже был в образе Он уже был загримирован И он тогда пошел на конфликт Он возмутился и сказал, что его это не устраивает Что, ну, если он видит такое отношение, он уходит из этого проекта И вдруг, ну, вот он сам говорит, что меня поразило Что Смоктуновский как бы пошел на попятное А потом, когда они встретились, он говорит А знаете, я вас даже зауважал Ему показалось, что он проверял партнера Вот насколько он может задавить его То есть, ну, вот в картине, я понимаю, что ведь у актеров тоже Кто будет на более... на первом плане Кто станет главной звездой фильма И вот, может быть, уже вот у Смоктуновского был такой прием Когда он проверял партнера на прочность Если тот оказывает сопротивление, значит, он с ним будет на равных Если он поддается, то, значит, главное я и я могу уже диктовать Слове Я думаю, что это хороший пример И он касается не только актеров Ну, как мы знаем, вообще в обществе изданно существует идеал О том, что вообще конфликта быть не должно Классическое библейское наступит времена Когда лев будет лежать рядом с Агнцем И не тронет его И кругом будет мир и благодать Но даже при этом Все это касалось какого-то светлого будущего А в настоящем, как мы знаем Религия отнюдь не мирными путями разрешали конфликт Я думаю, что В любой группе, начиная с двух человек Ну, я уже не говорю, что есть У человека собственный внутриличностный конфликт Между разными составляющими Заложенными программами с детства Давлением окружающей среды и так далее Но группа, начиная с двух человек Неважно это Молодая семья Это друзья Это какая-то группа Дружеская, спортивная, рабочая и так далее Везде, практически везде В всех этих группах Идет то, что называется Выстраивание отношений Если хотите, выстраивание какой-то иерархии И такая взаимная притирка И без конфликтов Это просто невозможно То есть Что такое конфликт? Это же не обязательно драка, битье, посуды И громкие крики Конфликт интересов Вот Я привык так, а я привык так Сколько раз я это видел Все это видели Приходят люди в склады в брак Из разных семей с разными традициями Каждый приходит с собой Приносит с собой Набор убеждений В которых он взращен Ну, например Жена должна сидеть дома и работать И размяться детьми Или Муж должен давать всю зарплату Жене У нас осталось где-то в далеком прошлом Но Тем не менее Или Последнее слово Обязательно должно быть За мужем Или наоборот Известные поговорки Муж – голова, а жена – шея И так далее И так далее Я помню одну молодую семью Которая недолго просуществовала Где Жена говорила Ну как Вот у нас дома Всегда Было по выходным Мы с мамой были принцессы А папа Она за папой вставала с утра Чистил всем обувь Готовил всем завтрак А вот мы отдыхали И ничего не делали И Примерно такого же Почему-то ожидалось От Новобрачного Но Он же не виноват Потому что в той семье были такие традиции Но в семье были свои традиции Вполне себе патриархальные И Поэтому Возник конфликт Разрешить не удалось То есть Наверное Мы себе представим ситуацию Где Конфликт подавляет Возвращается Даже в таких отношениях Ну что ждет Эту семью Или Кто-то капитулирует Якобы В интересах Всеобщего блага Якобы Принося себя в жертву И Наступает себе на горло Не возражает Принимает Безоговорочно Чужие условия Как капитулирующая страна Как Германия В первую Или вторую мировую Которая Вынуждена Полностью Подчиниться Условиям Победителей А что сейчас Это делают Победители Они Лишают Побежденного Вообще Хоть какого-то Права Или возможности Провить агрессию Ну как Например Когда была Побеждена Япония В конституцию Японии Было включено Положение О запрете Японии Иметь свои Вооруженные силы Задавить Возможность Дальнейших Конфликтов Зародыш И то Японцы Создали Так называемые Силы Самообороны Вроде как Что-то Незначительное Но у них Уже Есть и Боевые Корабли И Авиация И в общем-то Это Только Конституционно Не считается Армией На самом деле Является Вот Между странами И то Проходят Какие-то Десятилетия А может Столетия И все это Так или иначе Меняется В семьях Люди Не снабжены Таким Запасом Времени Поэтому Есть Несколько Вариантов Развития Событий Или Человек Капитулирует И превращает Себя В ничто То есть Он Начинает Жить Не своей Жизнью Не Не своими Правилами Не своими Интересами И обычно Ничем Хорошим Это не Кончается Ну да Рано или поздно Приводит К взрыву Какому-то Или это К взрыву Приводит Или это Ну что Конфликт Это некий Выблеск Агрессии Если Агрессия Полностью Подавлена То Она Начинает Направляться Человек Направлять На самого Себя Он Начинает Разрушать Себя И Способов Очень много Кто-то Начинает Спиваться Кто-то Начинает Бесконечно Переедать И Начинает Выглядеть Все хуже Хуже И хуже Способов Саморазрушения Очень много Хотя Казалось Если бы Этот конфликт Изначально Прозвучал И был Обсужден И была бы Можно сказать Небольшая Война Цивилизованными Способами Без Разрушительных Действий Наверное Как Итог Семья Стала бы Семьей Она была бы Крепче Она не была бы Похожа на Страну Которая Окупирована Растоптана И полностью Подчинена То есть Вот то Что Цитата Из этого Немецкого Философа Земля То есть В итоге Это укрепление Группы Это становление Группы Это люди Которые Прочерчивают Свои границы Откуда Вообще Взялась Теория О том Что конфликт Это плохо Что это Надо подавлять То есть Начнем Говорить О Детстве Сейчас начну Говорить Разные Банальности Но все В своем детстве Эти банальности Помнят Ну Например К тебе Лезут Хулиганы Будь умнее Уйди К чему Это обычно Приводит Хулиганы Видят Что мальчик Или девочка Постоянно Уходит Значит Его можно Безнаказанно Обижать Значит Можно Раздвигать Границы Еще Больше И Появляется То что На сегодняшний Называется Буллинг Когда Ребенка В школе Терроризируют А Родители Этого Или не Замечают Или Отделываются Ничего не Значащими Фразами Будь умнее Уйди Или Еще Что Нибудь На самом Деле Что Это Значит Это Значит Что Родители Это Тоже Люди Избегающие Конфликта Чему Они И Учат Своего Ребенка То есть Будь умнее Уйди Это То что Называется В психологии Рационализация Такой Способ Защиты Там Какие Некомфортные Для себя Вещи Оправдать Таким Псевдо Рациональным Путем Драться Нехорошо Надо Быть Умнее Те Кто Дерутся Глупые А ты Умный И так Далее И так Далее Что Фактически Делают Родители Говорят Своему Ребенку Такие Вещи Они На самом Деле Избегают Конфликта Сами Они Не хотят Пойти В эту Школу Они Не хотят Пойти К Учителям Позвонить Родителям Обидчиков Пойти К Директору Пригрозить Написать Министерство Образования И так Далее Где-то Не так Давно В соцсетях Была Популярная Статья Одной Женщик Которая Описала Что Ее Сына В школе Регулярно Избивали Он Стал Подавлен Начал Старать Бессонниц Депрессивен И В школе Пытались Всячески Это Замолчать И Когда Она Пришла В школу К учителям К завучу И Пришлось Выслушать Всякое Начиная От того Что ваш Сын Должен Уметь Постоять За себя До того Что это Такое Жаловаться Это не По-мужски Надо В чем-нибудь Разбираться А возможно Он сам Виноват То есть С чем Устолкнулись Третий Уровень Людей Избегающих Конфликта Ребенок Родители Школа Которые Не хочется Ссориться С родителями Хулиганов Которые Не хочется Вынуть Все это На Поверхность И Хочется Все это Задавить И замолчать Ну Где Я писала Мама Этого мальчика Что она Обратилась В полицию Что она Обратилась В министерство Образования Еще куда-то Еще куда-то И Тогда Начались Разговоры Тогда В школе Как по волшебству Начали вызывать Родители Тех детей Начались Серьезные На юридическом Уровне Выяснение Отношений И тогда Конфликт Был погашен И что Произошло Группа Укрепилась Ребенок На Классе Ребенок На поверхностном Вроде Самом Он теперь Может Безопасно Ходить В школу Он Может Разбираться Своими проблемами Нормальным Цивилизованным Способом Очевидно Атмосфера В школе В целом Становится Лучше В этой ситуации И очевидно Преподавательский Состав Тоже понимает Что больше Нельзя Замалчивать И Засовывать Под сукно Все эти проблемы Да Тем более Что Учителю Ведь тоже Это Лишний Как бы Стресс Когда ему Нужно Заметив Драку Опять-таки Попытаться Поговорить С этими Хулиганами То есть Взять на себя Какие-то Дополнительные Какую-то Дополнительную Нервотрепку То есть Для того Чтобы прочитать Им мораль А еще Непонятно Как они Ответят Может быть Они там Огрызнутся И Будет Конфликт У этого Учителя С этой группой Учителя Избегает Конфликта С хулиганами И соответственно С их родителями Которые могут Прийти Искать Вы школу Ваше дело И воспитывать А мой мальчик Прекрасен И не надо Его трогать Как мы знаем Периодически Не очень часто Есть ситуации Когда Дети Или подростки Совершают Самоубийство Потому что В школе Затравили Нигде Защиты Они Не нашли Потому что Зачастую Получив Такой ответ От родителей По типу Разбирайся Сам Они дальше Никуда не Идут За помощью Они ощущают Безнадежность Они ощущают Безысходность И вот Увы Конфликт Который Подавлялся Разрешается Таким образом Как я уже сказал Агрессия Направляется На себя Самого Если Ты не находишь Другого Выхода Что еще Есть Нынче Такой Популярный Термин Токсичная Маскулинность Он Ну очень Моден Сейчас До нас Пока еще Не совсем Добрался Больше На западе То есть Мальчики Мужчины Которые Дерутся Проявляют Агрессию Это все Нездорово Это токсично Очень модное Нынче слово Все у нас Токсично Отношения Токсичны Маскулинность Семьи Токсичны Партнеры Токсичны То есть Какая-то Психологическая Токсикология Отдельная Наука Похожа То есть Иногда И все Мы это знаем Есть ситуация Особенно В молодом Возрасте Когда Без Физических Противостояний Ну просто Не обойтись Как пела Черепаха Тортелла Драться надо Так дерись В знаменитой Песенке Звонок у нас Да Даже по двум Линиям Выбирают Одну Здравствуйте 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 Вот вы Рассказывали Про женщину Ну Ей Наверное Повезло Может быть Я ходил Защищал Своего ребенка В полицию Там всякие Министерства Ну Меня послали Меня везде Послали То есть Вначале Да Хорошо Мы разберемся И потом В конце концов Послали В лес То есть Мы живем В криминальной Социально-экономической Системе Тут все Криминализировано Это хорошее Объяснение Что все Криминализировано Можно Сказать Что женщине Которая Отстоял Своего ребенка Повезло А возможно Оказалась Более настойчивее Чем вы Поскольку Я не знаю Детали вашей ситуации Мне трудно Судить Я всегда знаю Что если Твоего ребенка Кто-то Обижает Есть Масса Способов Воздействия Которые Можно Применить Если Не помогает Один Поможет Другой Есть еще Сразу Звонок Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Лариса Я Хотела Рассказать Историю Я помню С конца Восьмидесятых Годов В Москве Вы Помните Что хлебные Магазины Там Вместо Стенок Стояли Ящики С хлебом Все было Слично Я Зашла В Москве Мне надо Было Конфеты Купить А они За этими Ящиками Стоят И обсуждают Какую-то Статью Я жду 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 В конце Концов Я уже Начала Заводиться Вышла Прозавщица Я на нее Начала Пустеть Что-то Говорить Но она Так Разулыбалась Что у меня Вся Злость Прошла То есть Иногда Это бывает Даже Зависит От нас Самих Как гасить Конфликт Спасибо Кстати Огошение Конфликтов Вот Лично Для меня Великий Мастер Поведения В конфликтах Это Небезвестный Владимир Вольфович Жириновский Если мы Вспомним Все его Конфликты Происходившие На телевидении Публичной Среде Он Всегда Идеально Подбирал Способ Поведения Под Конкретного Оппонента Когда С ним Ругался Покойный Борис Немцов Жириновский Быстро Из обмена Оскорбения Перешел Первым Плеснул Соком В лицо И Как бы Уже Победил Потому что Дальнейшие Попытки Немцова Были Повторения Когда Жириновский Имел дело С коммунистом Виктором Анпиловым В конфликте Там был шум Крик Вел Это кто-то Из журналистов И Жириновский Улыбался Шутил Раскрывал Объятия И когда В конце Любимого Спросил Ну вы хоть Другой руки Пожмете Руки Пожать Да я Обнять его Готов Крик Жиринов С учелом Пил Объятия То есть Великий Мастер Разрешения Конфликтов Исходя Из конкретной Ситуации Конкретного Оппонента При всей Неоднозначности Этого Образа Есть чему Поучиться У него Всегда Я ни разу Не видел В публичных Каких-то Дебатах Конфликт Вышел бы Проигравшим Стоит Учиться Так вот Токсичная Маскулинность Да Токсичная Маскулинность То есть Мужчина Это Мне кажется Предвестники Этого Это мамы Которые С гордостью Говорят А я не куплю Своему Никогда Ни игрушечного Пистолетика Ни автомата Ни солдатиков Это агрессия Агрессия Это плохо Бусть играет С машинками С конструкторами С куклами И так далее А вот агрессию Нет Это очень Странная История Это кого-то Человек пытается Концепцию Лев рядом С ягненком Может привнести В жизнь Хотя даже В Библии Это какое-то Далекое Светлое Будущее Когда Царство Божье Высторжествует Повсюду То есть Пытаться Подавить Человеческую Агрессию Это Бессмысленное Занятие Агрессия Это наша Нормальная Часть Агрессия То что нам Позволяет Выживать То что Отстаивает Свои границы То что Позволяет Доказывать Кому-то Свою ценность И значимость Свою личность То есть Агрессия Опять-то Не всегда Стрельба Бросание Ядерной Бомбы И так далее Но почему-то Началось С этого А дальше Выяснилось Что Быть Мужчиной Который Проявляет Агрессию Это стыдно Это нехорошо Надо быть Все время Мягче И Что мы Получили В итоге Мы получили На самом деле Тот же Конфликт Только Другими Словами Этот конфликт Выражается В том Что Противоположную Сторону Мы немедленно Пытаемся Обвинить Заклеймить Поставить Какой-нибудь Штамп Ну понятно Токсичная Маскулинность Ты ведешь себя Как типичный Токсичный Самец Кстати Токсичной Фемининности По-моему Никто Не использует Термина Хотя Если Логично Может быть Симметрично Возвращаясь К моим Пациентам Что Я Наблюдал Много Раз Когда Человек Который Всю Жизнь Избегает Конфликта Начинает Отстаивать Свои Права Это Естественно Поначалу Порождает Конфликт Даже Это не Порождает Он выпускает Его на поверхность То что Было Подавлено И скрыто Когда Человек Отстаивает Свои Желания Свои Границы Свои Возможности Право Высказываться Право Не соглашаться Право Действовать По-своему Он Всегда Встречает Отпор Ну Потому Что Уже Устоялась Какая-то Сложившаяся Семейная Традиция В которой Кто-то По определению Лишен Права Слова И Всегда Не прав Когда Начинаются Перемены Как мы Помним Определение Революционной Ситуации Зучебнив Когда Низы Не хотят Жить по-прежнему А верхи Уже не могут Здесь Происходит Именно Это Человек Начинает Говорить Так Со мной Больше Нельзя И Не на уровне Просто Декларации А на уровне Поведения Определенных Шагов Давить И говорят Ты плохой Я с тобой Больше Не буду Общаться И И Дети Тоже Вдвигают К родителям Непомерные Требования Неприемлемые Им тоже Приходит В какой-то момент Ущерба Вот Но Этот конфликт Всегда Болезнен Конечно Это Ломка Это Ломаются Границы Это Ломаются Внутренние Нормы Это Ломаются Какие-то Устаревшие Догмы Это 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 Мама Это 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 Спорить Нельзя Можно И Нужно И Как ни Странно Вот Эта Война Или Она Приводит К тому Что В семье Между Мужем Женой Или Между Родителями Детьми Устанавливается Новое Отношение На Другом Уровне На уровне Слышания Взаимопонимания И так далее Ну Или Не повезло Значит Не повезло Значит Люди Начинают Жить Отдельно Дети Отделяются От Родителей Муж Женой Расстаются Если Не В Состоянии Найти Общую Систему Взглядов И Правил По Которым Жить Но В любом Случа Это Здоровый Путь Это Куда Более Здоровый Путь Чем Избегание Чем Терпение Чем Кротость И Подавление В себе Каких-то Жизненно Важных Инстинктов Желаний Стремлений И так Далее Это Фактически Мы посмотрим Все наше Современное Общество Вся История Череда Конфликтов Больших Малых Вооруженных Невооруженных Мы вспоминаем Что все Нынешние Допустим Права Человека Которые Защищены Конституционно Появились На пустом Месте Завоеваны Буквально Завоеваны Кровью Да Какая-то Социальная Справедливость Наверное Появилась С тех Времен Когда Прогремели Войны Революции Когда Рушились Империи Когда Горели Города И в какой-то момент Кто-то понял Что Надо Менять Миропорядок Что надо Делиться Что надо Идти На переговоры Таким путем Выстраивается Общество Где люди Способны Рядом Уживаться Мы Видим Конфликты Снова и снова Сейчас Чтобы далеко Не ходить За примерами Этот уже Двухгодичный Конфликт Связанный С ковидом Между Сторонниками Вакцины Врагами Вакцины Он уже Такой Слегка Поднадоевший Свежий Конфликт Происходит Вокруг Украины Где Тоже Множество Людей И тоже Вот этот Интерес Что этот Большой Геополитический Конфликт Порождает Как Круги По воде Массу Конфликтов Чисто Личностных Когда Люди Которые Вроде бы Были Друзьями Или Рос Начинают Друг Другу Просто в горло Вцепляться В основном Правда Не физически А на просторах Интернета Или в таких Личных беседах То есть Агрессия Заложенная В человечестве В целом Агрессия Внутри Оно Все прорывается Наружу Я так Кстати Иногда Думаю Что люди Которые Начинают С пены У рта Сражаться Из-за Конфликтов Между Россией И Украиной Почему Что они Не живут Ни в России Ни на Украине В других Странах Когда Звучит Так много Агрессии У меня всегда Чувствует Этих людей Очень много Собственных Неразрешенных Конфликтов В куда более Близком Укружении И вот Эти конфликты Международные Это Хороший Повод Выплеснуть Эту Агрессию Не решая Того Что на самом Деле Для тебя Важно Не решая Твоих Отношений С близкими С самим С собой Куда проще Громыхать На страницах Социальных Сетей Или еще Чего-нибудь Чем разобраться Что Почему Тебе Некомфортно С тем С твоими Близкими Людьми Или Почему тебе Самому Некомфортно В этой жизни Что за конфликт Тебе не разрешен С ближайшим Окружением Или с самим С собой Вот мне кажется Это тоже Международное Как Царство Божье На земле Лев рядом С ягненком Когда Знаете Как сейчас говорят Когда Все в мире Вакцинируются Тогда не останется Место для Вируса Когда Все в мире Или Большая Часть Разберется Внутренними Конфликтами С внутренней Агрессией Тоже Не будет Их Подавлять Сдерживать А будет С ними Разбираться Будет Вступать В переговоры Будет Отстаивать Где-то В своей Повседневной Жизни То что Для себя Важно Когда Наступит Снизится Общий уровень Конфликтности Человечества На личностном И межличественном Уровне Наверное Снизится уровень Конфликтности На политическом Геополитическом Межгосударственном И прочих уровнях Ну что же Будем на это Надеяться Рели Резник Мартов Программа Диагноз Недели Мы встретимся Через Понедельник Всего доброго